Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Сегодня поговорим об очень интересной теме. Итак, начну издалека. Большинство моих зрителей с канала почему-то считают, что для того, чтобы попасть в Америку, нужно найти какой-то вот такой непонятный, обходной какой-то путь и идти достаточно сложными путями. Понятное дело, что для большинства людей путь в Америку действительно сложный, вариантов особо у большинства нету, кроме как играть грин-карту, потому что H1B виза, она очень и очень сложно дается, L виза для людей, у кого с деньгами нормально, E визы, вся эта там Е2, не для тех, кто попадает в список стран, и опять же нужно иметь на это деньги. Лидиозные визы это тоже вещь сама в себе, это нужно быть ярым поклонником сверкви адского сатаны и прямо, не знаю, там, человеческие жертвоприношения делать, я не знаю вообще, кто едет по лидиозным визам, у меня пока еще не было клиентов, которые по лидиозным визам едут. Могу только смутно догадываться, что должны быть очень непростые люди, крайне непростые люди. Творческие люди, в принципе говоря, они есть, но пока что из моего окружения никто как творческий человек еще в Америку не попал. Но есть еще один путь, про который все как бы знают, но считают, что этим путем надо опять же идти как-то непонятно, незаконно. Это виза жениха невесты. То есть если человек нашел себе спутника жизни, в принципе, легко можно в Америку попасть. Достаточно легко можно в Америку попасть. Всего лишь как бы найти себе спутника жизни. Но почему-то большинство людей, кто проживает в России и странах СНГ, считает, что это нужно делать исключительно на коммерческих условиях. Это нужно себе искать спутника, спутницу жизни, которые за определенные материальные вознаграждения согласятся выйти замуж, жениться и, соответственно, дальше открыть второй своей половине дорогу в светлое будущее. Вот. Все совершенно не так. Существует из этого правил исключения. У меня есть один зритель канала, который сейчас у меня на проводе в скайпе. С большим-большим трудом заставил его, уговорил дать интервью небольшое. Так что человек никогда не был публично, поэтому заранее прошу отнестись, ну скажем так, с пониманием к тому, что не всем быть звездами Ютуба и не всем быть публичными персонами. Вот. А поэтому если у нас будет какая-нибудь там косноязычность в разговоре, просто прошу с пониманием отнестись, потому что человек просто решил просто поговорить в камеру, и то очень-очень как бы я очень долго упрошу. Итак, Коля, да? Правильно. Привет. Приветствую. Да. Приветствую. Вот. На проводе. Скажи, пожалуйста, ты из какой страны, из какого города, где проживаешь, чтобы люди, например, понимали, то есть, кто там на проводе с другой стороны. А, ну, я из России, вот, как бы из Москвы. О, Москвеич, круто. Собственно, мы с тобой. Да. Да, собственно, мы с тобой земляки, скажем так. Возраст? Возраст какой у тебя? А, 28 лет. Ну, мог бы не точно сказать, но хорошо, 28 лет. Ну что, в самом высоку? Молодой человек в самом высоку, 28 лет. Ох, вспоминаю себя в 28 лет, блин. Таким был оторванцем, вообще, пробуй нигде было ставить. Ладно, чем ты по жизни занимаешься? Ну, как работаю, вот, и занимаюсь, так сказать, самообучением, то есть, всем понемножечку. Работаешь? Помнится, мы когда с тобой в прошлый раз общались, ты мне говорил, что занимаешься ювелирным делом. Ты еще не бросил это или уже поменял свою квалификацию, что ты сейчас делаешь? Нет, я не бросил, то есть, это сейчас, скорее, как мой бизнес, то есть, я вот, ну, как, сам на себя работаю. То есть, я просто раньше, как бы, скажем так, на дядю работал, а сейчас уже, как бы, переключился более, ну, в общем, как... Ну, свой клиент, короче, у тебя. Да, да, да. Своя клиентура. Давно занимаешься ювелирным делом? Ну, лет семь, наверное, как. Ну, я, как бы, скажем так, не постоянно, то есть, я, знаешь, занимался этим дома, допустим, постоянно, ну, где-то, может быть, еще там подрабатывал, там, в других сферах каких-то, то есть, в чем-то пытался, как бы, себя найти. Понятно. Вот, может быть, что-то другое лучше пойдет. Хорошо. А ты что-то заканчивал, что-то занялся ювелиркой? Потому что, я знаю, что там обучение такое, достаточно серьезное должно быть, чтобы заниматься ювелиркой. Ты что-то заканчивал? Да, я учился в колледже, ну, как раньше это ПТУ называлось, а потом вот сейчас стало модно называть колледжи, так, по сути, как профильное образование получил. Ну, то есть, ремесленное такое образование, базовое, да, я так понимаю? Да, ну, в принципе, если руки с того места растут, то, как бы, это не особо сложно, потому что со мной там учились люди, они, как бы, не все все-таки смогли это дело освоить. То есть, скорее всего, нужно иметь именно какой-то, ну, вот, талант и предисположенность к этому. Хорошо. А потом пойти в какое-то более серьезное художественное училище, не думали? В принципе, тебе достаточно было вот этого колледжа и дальше все. Ну, да, мне колледжа, колледжа было достаточно, потому что, ну, как бы, я заметил, что российская система образования, как бы, она такая, достаточно мутная, то есть, по сути, никакого образования не дает. То есть, я вот пошел в институт учиться, ну, инженера, отучился два года и понял, что это просто вот какое-то вытягивание денег, никаких абсолютно знаний не дает, никаких перспектив, то есть, я там узнал, что выходцы из этого института работают продавцами в Евросети. Ну, не серьезно, зачем мне дальше там учиться? Подожди, это был коммерческий какой-то вуз, ты говоришь, платно все это? То есть, это был какой-то коммерческий вуз, где готовили типа инженера, да? А нет, это государственный бесплатный институт. Да, а почему, получается, вытягивали деньги? Это какие-то надо было что-то платить или что? То есть, или просто обучение не позволяло заработка? То есть, не совсем я понял фразу вот эту вот. А, ну, суть в том, что у тебя, Юль, деньги, что там, как сказать, в основном там учились, то есть, это учено-заучено институт. А, я понял, то есть, если ты хочешь сдать сессию, нужно было платить, чтобы успешно эту сессию сдать. Я правильно понимаю намёк, да? То есть, вот это стандартная система вузов. Ну, да, да, да. Знаем такую систему, она ещё имела место быть ещё и при Советском Союзе, когда совок рухнул в моём вузе, в котором я учился, эта система просто цвела и пахла махровым цветом. В конце каждой сессии абитуренты решали три вопроса. Какие предметы они получат на халяву? Вот, где можно будет, как бы, купить? И, наконец, какой список предметов остаётся, где придётся сдавать? То есть, вот, постепенно два списка, они становились всё больше и больше, а вот последний, третий пункт, он становился всё маленький и маленький, но всё равно он оставался и портил жизнь очень многим людям, когда приходилось сидеть и учить что-то. Вот, я даже, честно сказать, на втором курсе ушёл, оттуда забил и даже до сих пор документы оттуда не забрал. То есть, вот, как-то вот, просто вот понял, что высшее образование, как бы, не имеет никакого вообще смысла. А что за вуз-то был такой замечательный? Что это за вуз такой, может, я его знаю? Это, там, Московский вечерний государственный металлургический институт. А почему металлургический-то? Скажи, пожалуйста, почему металлургический? А это, как бы, немножко тесно связано с моей профессией, потому что я учился на факультете, связанном с художественным литьём. А, понятно теперь. Всё, теперь понятно. То есть, ты, ну, может быть, надо было идти тогда, может быть, не металлургически, а, может быть, надо было там в шутинку идти, там, или ещё куда-то, и заняться всё-таки художественной частью, потому что литьё, это, я понимаю, это... Ну, художественное литьё, это что-то монументальное, типа, отливать родину-мать очередную с тинжалом, или какую-нибудь нетленку фаллическую в виде, там, очередного шедевра Церетели. Вот это художественное литьё, что такое монументальное, в случае чего можно использовать в ядерном конфликте. Ну, нет, на самом деле, там очень так обширная специализация шла, то есть, не только что-то монументальное, да, там литьё, а даже какие-то мелкие вещи были, вот, то есть, как раз, вот, я когда учился, я, скажем так, некоторые знания извлёк оттуда, там, скажем так, технологии на халяву. Ну, ладно, хорошо. Когда я понял, что дальше уже... Да, перебил тебя технологии на халяву, ну, я понял, да. То есть, два года ты проучился в этом технологии, в металлургическом вузе два года проучился. Да, потом забросил просто, и всё. То есть, понял, что как-то не перспективно, неинтересно, ну, как бы, на будущее. То есть, в принципе, у нас, как бы, литейных предприятий по России-то, там, единица, и то туда, по блату, как только берут. Понятно. Хорошо, давай-то вернёмся к теме основного разговора. Вот, непосредственно, когда ты задумался о том, что, скажем так, нужно, вроде бы, язык изучать, или собирался уезжать, то есть, немножко в двух словах расскажи, как вообще у тебя вся эта история закрутилась, вот то, что ты мне рассказывал. То есть, я так понимаю, вначале была мысль, что пора из страны выезжать, правильно я понимаю? Ну, как тебе объяснить? Ну, как есть, так и объясняй. Если что-то будет коряло, я этот чик-чик порежу и скажу зрителям, а вот здесь censored, здесь у нас цензура. Так что можешь объяснять, как есть, своими языками, а я уж там потом всё это дело приведу в должный вид. Ну, на самом деле, как бы, имеете мысли, что нужно, как бы, это, собирать чемоданы, не покидало, так вот, на протяжении, вот, прошедших лет пять, то есть, ну, изначально просто были какие-то сомнения, то есть, я, знаешь, там, себе вопрос задавал, что что-то не так происходит, что-то не то, вот. А потом, вот, уже, там, наступил 2014 год, или, там, 15-й год, когда вот с Украиной, с Крымом пошла вот эта вся тема. Ну, вот, и, как бы, всё стало как-то, вот, не знаю, то есть... Всё стало на свои места, и всё стало очень предельно понятно, куда всё двигается. Да, и со стороны всё это стало выглядеть просто, как какой-то цирк и какой-то дурдом, просто, вот, там, люди озверели, то есть, они, там, насмотрели с телевизора, и, там, я потерял очень много друзей и знакомых, из-за того, что, просто, ну, с ними невозможно было, да, там, о чём-то разговаривать. Ну, что, типа, политизированные слишком сильно были, или стояли на слишком патриотических позициях? Вот, да, то есть, их, им, буквально, хватило посмотреть полгода телевизор, и они, вот, сразу, вот, прям, патриотизм, всё, там, тыра-пыра, а ты, там, этот, нацпредатели, и, там, прочие, прочие, там, это... Белоленточная мразь, либеральная белоленточная мразь, которую американский газдеп подкармливает, чем, там, сухариками, печеньками, чем, там, сейчас, вас, там, подкармливать принято говорить. Короче, вот, знаем такое клише, слышали, да, 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 да. То есть, я так понимаю, что ты-то наслушался изрядно, да, вот, этих вот, сентенций. Ну, ничего, ничего удивительного здесь нет вообще. Да, ну, и что было дальше? Ну, что было дальше? Дальше, как бы, уже начал думать, что надо, то есть, надо чемоданы собирать, то есть, дальше, как бы, уже, ну, дальше будет только хуже. Вот, то есть, изо дня в день и всё такое. Изо дня в день и всё такое, да. И тут, как бы, да, и тут, как бы, ключевой такой момент, что, вот, ты спросил, вот, когда я начал интересоваться, там, скажем так, изучением языков, там, и прочее, прочее. Я-то, вроде, как, так, знаешь, на бытовом, даже не на бытовом, таком, на туристическом уровне, как бы, английский знал. Вот. Тут, думаю, что, ну, надо учить язык, и, там, неважно, в какую страну я уеду, ну, везде этот язык, он, как бы, нужен. То есть, он такой, универсальный. Так. Вот. Собственно, как бы, начал, как-то, вот, изучать язык всеми силами. Вот. А поскольку особо так времени нет, значит, там, что, какие-то курсы к репетитору ходить. Ну, вообще, я, знаешь, такой, я фанат, чисто, вот, самообучение. То есть, там, сидеть дома с книжкой, еще что-то, вот. То есть, мне, вот, нравится, именно, саморазвитием заниматься, скажем так. Так. Отлично. И что произошло дальше? Да. И вот тут ключевой момент. То есть, я, вот, нашел, скажем так, интересные сайты языкового обмена. То есть, это language exchange. Так. Волшебный сайт, про который мы никому не скажем. Потому как нефиг. Вот. Да. Ну и? Да. Ну, видишь, тут такой рассказ идет, с чего-то все началось. Нашел человек волшебно-магический сайт, на котором можно изучать язык. А что это за сайт? То есть, грубо говоря, там просто люди, что, из разных стран изучают совместный язык или что? Как там происходит вся эта система? Да. То есть, как бы есть сайты, какие-то, не знаю, там, группы в Фейсбуке, да, где люди изучают различные языки и ищут. Ну, то есть, там, допустим, человек хочет изучать бразильский, язык племени Тунка-Пурунха, хочет изучать, или Хурду какой-нибудь, да, Хурду, там, не знаю, что там еще. Ну, Исуась или какой-нибудь, да. Да, допустим, человек, там, хочет изучать португальский язык, он ищет себе собеседника из, там, из Бразилии, из Португалии. А португальцы или бразильцы, он хочет русский изучать. И люди, вот, на этой теме, как бы, друг друга находят. Нормально. А что, разве кто-то хочет изучать русский язык? Полно, полно желающих, то есть, там, и японцы, и кого только нету. Вот, господа хорошие, вот, развенчание одной легенды. Оказывается, русский язык люди хотят изучать в мире, и русский язык людям интересен. А по какой причине интересен? Хотят читать что-то на языке оригинала, или просто интересно, сам по себе язык? Из-за чего, как бы, ты там не уточнял этот, вот, нюанс? А, ну, люди просто интересуются, действительно, как языком. То есть, им кажется, что это язык красивый. Вот, кому-то нравится испанский, кому-то французский, а кому-то, вот, почему-то нравится русский. В ходе изучения языка, там, им интересна культура уже, там, российская, еще что-то. Кто-то хочет понаехать в Россию, там, не знаю, вот. Ну, у всех разные причины, на самом деле. Так, хорошо. И ты зарегистрировался на одном из этих сайтов по изучению языка. Ты просто хотел изучить английский язык, правильно? То есть, твоя основная цель была найти себе кого-то, с кем ты сможешь учить язык английский, правильно? Да. И тут вот ключевой момент какой, что, как-то мне, знаешь, так, ну, особо неудобно было. Думаю, ну, надо парням, наверное, писать. Пишу, значит, там, парням. А с парнями как-то не ладилось общение. Так вот, потому что ты не тем писал-то, товарищ. Парни-то сразу напряглись. Думаю, с каких хренов какой-то человек из России парням пишет. Тут какой-то явно подвох. Вот это была твоя стратегическая ошибка вообще. Парням пишут парни. Когда парням пишут парни, дружок мой, это уже наводит на мысли. Ладно, давай дальше. Это я потом понял. Ну, просто я, знаешь, как бы думал, что, ну, девушкам писать, наверное, как-то неприлично. Мало ли что они там подумают. Ну, когда меня начали... Слушай, девушки-то как раз подумают то, что надо. Как бы ты не завуалировал бы свои мысли по поводу языка, даже до самого себя. Что ты типа, типа он язык пошел изучать. У девушек, поверь мне, у них чуйка работает по лучше, чем у мужиков. Они на генетическом уровне уже вперед все знают вообще. То есть у них это срабатывает программа, вот этот вот прошитый модуль. Поверь мне, работает прям как военный компьютер в ракете самонаведение. Ну, хорошо, дальше что было? Ну, и, соответственно, начал я писать девушкам. Так. Подходим к интригующему, волнующему моменту. Молодой человек начал писать девушкам. Скажи, пожалуйста, а ты какую-то страну отдельно выбирал там? Или просто, как бы, там, список, как бы, людей, которых можно спросить? Или что, как там вообще, в принципе, все это происходит? То есть как? Или ты просто размещаешь, как на доске объявления, месседж такой. Хочу изучать язык, ищу себе собеседницу носителя английского языка. Как вообще это происходит? Или ты можешь выбрать страну какую-то? Как вообще это? То есть, наверняка, людям это интересно. Ну, да, там есть, как бы, селекшн. То есть, там можно ввести по стране, по языку, какие ты языки знаешь. То есть, чтобы тебя как-то искали, да, по каким-то параметрам. Вот. Но я искал рандомно. То есть, я искал именно на эти спикеров. То есть, это там Австралия, Новой Зеландия, Канада, Соединенные Штаты и так далее. Так, и что получилось? Вот. Ну, и что? Получилось, что, как бы, писал, писал, как бы, людям. Что-то, на самом деле, интересная история вообще, как это все, вся эта каша работает. То есть, сайт, все эти сайты, они, как бы, достаточно старые. В смысле, там старые люди сидят, старовщики такие в возрасте 80-90 лет или что, или дизайн старый, или что? Там есть и старухи, есть и молодые девки, которым лет по 20. Ну, то есть, имею в виду, сайт давно работает. Это имею в виду, что сайт старый не по дизайну, а сайт старый, потому что он давно уже работает и раскручен уже, и про него все знают. Я правильно понимаю, да? В таком контенте. Да, 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 именно так. Вот. И, в принципе, то есть, ты можешь там написать какой-то девушке, вроде как адекватно, нормально написать, но она тебе не отвечает. Они отвечают по той самой причине, что со всего мира, представляешь, ей там пишут, то есть, это не то, что там ВКонтакте, да, там какая-нибудь девушка, там ей по 100 сообщений в день пишут, если она там симпатичная. А ей пишут, там, не знаю, тысячи сообщений в день. То есть, там со всего мира люди пишут. Эй, селянка, хочешь большой и чистой любви? Приходи ночью на сеновал. Понимаю, да. Ну, и что было дальше? Типа того. Вот. Ну, и как бы нашел я вот там, скажем так, приятную собеседницу. Вот. Общались, общались, уже перешли с ней. Как бы в личный контакт, ну, то есть, там, вайбер, ватсап. Потом скайп. И вот так вот, знаешь, как бы, недели, недели, месяца. Вот. И тут что-то вот так вот, что-то пошло. Как бы тебе сказать? Ну, как есть, так и говори. Зажглася в душе искра какая-то. Да, что-то щелкнуло. Что-то щелкнуло, проскочила электрическая искра между двумя душами. Ну, хорошо, уже это интересно. Уже романтик какой-то в ресурсе. Не какая-то там банальщина, не какой-то там, не знаю, story такой, чисто коммерческий. Ну, да, интересно. Ну, так и дальше что? Как только у вас риска прострелила, что произошло дальше? Да, и, кстати, самое интересное, вот, то есть, это уже, как бы, с ее слов, почему я говорю, что им там пишут по миллион сообщений в день. То есть, это она мне сама сказала, что это, говорит, невозможно, просто все пишут, пишут там. То есть, все пишут, в основном, банально, там, привет, как дела, привет, там, еще что-то, еще что-то. И, как бы, ну, такие сообщения даже никто не отвечает. А тут как-то, вот, в общем, сошлось. Ну, хорошо, а ты что ей написал? Вот, мне интересно, ну, не привет, пока, а ты что написал? Интересно, как, почему она решила тебе ответить? Вот, самое первое сообщение, которое ты отправил. Почему она тебе ответила? Ну, я, знаешь, так уж детали не помню, что и... Так, ты пропал. Я написал, как бы, написал такое небольшое приветствие и, так, немножко о себе рассказал. То есть, вот, ну, там, кто я такой, там, еще что-то, тыры-тыры-тыры, цель моего, как бы, общения. Цель – изучить язык. Я правильно написал, ты написал? Хочу изучать язык с собеседницей на родном английском языке, да? Или как? Ну, как я говорю, что я хочу изучать язык, Вашу культуру. Так. Там... И... Ну, просто, вот, обмениваться, там, как бы, опытом, там, experience, там, ну, опыт от общения, скажем так. Так, хорошо. И она тебе сразу же ответила? Или какое-то время там было бы ожидательное, прежде чем она тебе ответила на твое послание на первое? Да, естественно, как бы, время какое-то ожидательное, потому что, ну, там, бывает, что, вот, пишешь, там, девушкам, они тебе, там, только через, там, день, через, два, могут ответить. Опять же, по той самой причине, то, что много сообщений, и эти девушки, они выбирают, как бы, кому более-менее адекватно ответить. Потому что, там, как бы, люди пишут, вообще, какие-то непотребства, там, типа, покажи сиськи, жопу, там, еще что-то, вот. Это адский ад какой-то, я представляю. То есть, нормальный сайт, и туда, и даже туда лезут, и туда лезут имбецилы. То есть, да, ну, тогда понятно. Тогда все понятно. Ну, там, там, и фотографии еще скидывают, понимаешь, то есть, там, фотографии причинных мест, вот, это, вот, типа, вот, при первом знакомстве. А, типа, посмотри, подивись-ка, девчина, я кое-меня. Да, круто, круто, круто. Ну, мне кажется, это проблема, наверное, вообще, вот, всего интернета, то есть. Слушай, да, 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 я теперь понимаю, это проблема с головой, наверное, у всех, во всем мире, похоже, да. Ну, ладно, хорошо, допустим, ты показал себя адекватным человеком, написал адекватное сообщение, спустя какое-то время она тебе ответила, и вы начали переписываться, я правильно понимаю, вы общались, общались, общались. Привязательно, сколько времени вообще в день-то общались? То есть, вы, как, через кайт, через вайбер переписка у вас была, или через отсайт, что, как вы сном общались, письма друг другу слали? Нет, никаких не было, вот, договоренностей, условностей, просто, вот, ну, пишешь, да, там, как дела, там, как это, как то, там, вот, по возможности, как бы, целый день, вот, просто общались, просто, вот, типа, как, был шитинг, как это называется, да, там, по-английски, ну, как бы, такие, болтовня. Хорошо, так, и дальше, что произошло, когда у вас проскочил из край, это у вас одновременно произошло, да? Ну, как-то так, да, потом, уже перешли больше к скайпу, так, типа, фейс ту фейс, так, вот, ну, а потом, что, ну, типа, мол, надо бы, может быть, и встретиться, и что, как бы, почему бы и нет, там, тра-та-та. Так, тра-та-та, тра-та-та, и кто был первым инициатором тра-та-ты, кто первым решил эту идею предложить? Опять же, как бы, сложно сказать, что, ну, просто это, наверное, скорее обоюдно, как-то, знаешь, вот. Рубь застадаю, предложила твоя собеседница, вот, что-то мне кажется, что это её была идея. Угадал? Ну, давай, давай, колись, ну, честно, давай уж. Ну, окей, да. Ну, я тебе, вот я тебе и говорю, у женщин в голове стоит военная микросхема, только военные, они эту микросхему планируют, чтобы ротец самонаведения летел и попадал в цель, а у женщин это происходит на биологическом уровне, у них там такой чип стоит, если бы его использовали бы в этих системах бы, современного вооружения бы, оружие было бы вообще, его невозможно было вообще с курса отклонить. Вот. Так что, женщины, это очень коварные существа, поверь мне. Вот. Ладно, вернёмся дальше, отступление, повеселить надо бы его публику. Ну, короче, ну, хорошо, и дальше что произошло, вот она предложила встретиться, как у вас всё это происходило? Это, понимаете, вы где-то нейтральные территории встречались, да? Ну, ты тоже пытаюсь так предположить, пока чуть не рассказываешь, да? Ну, да, это относительно нейтральные территории, то есть, ну, как бы, для неё, наверное, скорее, не нейтральные территории. Хорошо, где это было, расскажи. Главное, как и где это, расскажи. А, это было в Греции. То есть, ты с девушкой поехал в Грецию, она полетела с одной стороны океана. Она, ты понимаешь, она, то есть, живёт в Америке, да? В США. Да. Да. То есть, его девушка, с которой он познакомился по переписке, живёт в США, полетела в Грецию с одной стороны океана. А молодой человек, который проживает в Москве, полетел в Грецию с другой стороны океана. И в Греции они, соответственно, приземлились. Где приземлялись? В Салониках, в Афинах, где, в каком месте у вас греться-то это было? А, в Афинах. В Афинах. Хороший город. Немножко шумноватый и пыльный, но прикольно я там был, в Афинах. Ну, и как тебе Афина? Честно говоря, не понравился. Ну, кстати, я с вами коллег тоже соглашусь. Я приехал туда в жутком похмелье, накануне мы очень сильно отмечали. И в Акрополь меня затаскивали прям силы туда наверх, если я очень плохо чувствовал. Страдал душевно и морально. Вот, даже есть фотография, где я лежу внизу на лавочке и говорю, что Акрополь простоял тысячи лет и простояет еще чуть-чуть без меня. Вот, было такое дело. В конце концов, меня все-таки втащили в Акрополь. Вот, заманили туда. Заманили, да. Ну, честно говоря, мы там тоже болели. Вот, оба болели. То есть, как мы приехали, и началась луда. Че, че началась? Началась луда. Луда? От хутежа, в общем. А, понятно. Ну, хорошо. То есть, в Афинах можно оттопыриться. Там ночная жизнь бурлит. Мне знаешь, там, что бесило дико? Вот эти мотоциклисты, которые на мопедах там едут. Они прям парализуют конкретно центр города. И нужно очень осторожно на машине ехать. Собственно, здесь машины крупногабаритные. Типа, там, Форда-транспортеры, там, минивэна. Очень осторожно. Потому что они прям под колеса лезут. И очень, там, стероозное движение в Афинах. Мне там очень не понравилось движение из-за трафика. Вот. Вы там машину в прокат брали? Не, мы так чисто, как, там, Uber или... Израильская компания, там, этот... Лифт? Get Taxi. А, понятно. Ну, хорошо. Сколько недель там были, или две в Афинах-то? Две недели. Гречки каникулы. Ребят, завидую. Черт возьми, блин, завидую. 28 лет, Греция, две недели с девушкой из Америки. Слушай, романтик, прям, как по фильму какого-нибудь авторского режиссера, блин. Да, ну, и что дальше было, когда вот там две недели-то? Это, понимаете, пролетели как один Динэм, мне кажется. Да, согласен, как бы время так прошло быстро, а сейчас настало время разлуки. Вот уже, как бы, давно не видимся и все такое. Это ты этим летом, что ли, летал, да? Так, получается, ну, как, не летом, но... Весной? Так, ну, сентябрь. А, осенью, получается, да? Ну, что, там, там милое время как раз, не так, чтобы и жарко даже. Это летом там пекло, конечно, адское, а сентябрь же там нормально, там должно быть, уже так не печет уже нормально. Все нормально, нормально. Ну, и что же было дальше, следующий ход, так понимаю, после Афин-то у вас чувства, так понимаю, наоборот, еще больше разгорелись-то, да? Да. Вот, ну, и потом уже, как бы, это, мол, надо что-то дальше решать, как, чего там, тыр-тыры. Я так понимаю, девушка-то твоя ровесница, да? То есть, в принципе, одинаковый у вас там возраст, судя по твоему рассказу. То есть... Ну, да, сверстники. Понятно. Ну, значит, на одном уровне мыслите, в принципе, в одном из основной категории. Хорошо, и что дальше было? Да, и в принципе, самое интересное, что, помимо того, что, как ты говоришь, на одном уровне мысли, ну, то есть, как говорится, росли на одних мультиках, на одной музыке и на одной теме. То есть, было о чем поговорить, как бы, и все такое. Ну, подожди, на одних мультиках. Ты же из России. Как ты мог на одних мультиках расти с девушкой, которая в Америке? Или ты изначально был фанатом американской поп-культуры и, соответственно... Ну, я почему спрашиваю? Это не вопрос с подвохом. Я просто обычно очень редко встречаю людей, которые говорят вот такую фразу. Потому что с теми не столкнись. Они обычно все такие, знаешь, до мозга костей такие софти. Вот очень мало у меня людей с канала, которые врубаются именно в американскую культуру и именно вот и поп-культуру. Имеется в виду не то, что поп-музыка, а именно вот именно на бытовом уровне. Поэтому мне это интересно. То есть, я сам именно такой человек, который именно на этом во всем воспитан был. Ну, так, а у тебя-то как это получилось? Ну, не знаю. Во-первых, по телеку там 90-е мультики, да, эти крутили диснеевские. Так, 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 так. Всякие скруч-магнайте, там еще что-то. Потом появился там MTV. Вся вот эта музыка. То есть, получается, как бы, считай, я вот на этой культуре вырос. Ну, MTV, хочу сказать, да. В начале 90-х MTV был хороший канал, пока не скуривался. 90-е годы, золотая эпоха MTV. Тут целиком полностью поддерживают, да. Сам на MTV вырос в той эпохе. Сейчас, конечно, смотреть невозможно, тошно. А тогда это был Рулис. Согласен, да, респект. Ну, что было дальше? Ну, что дальше? Потом дальше, ну, что теперь? Так. Вопрос ставил так, что вот мы к вам приехали, теперь вы к нам. Вот. В смысле, она хотела в Россию приехать или тебя начал зазывать? Не, меня. А, тебя начал зазывать. Ага, так, и что теперь? А просто в Россию она не захотела ехать, потому что она говорит, что мне в лом визу получать. Ленивая девушка. Ну, говорит, просто в лом. Да. Не бойся, я просто... И не надо никаких виз, ты чувствуешь себя реально белым человеком. Кто-то с тобой согласен. А чтобы попасть в рашку, извините, надо хлебнуть этого геморроя с получением виз. Конечно, это не для нежной американской души. Кто-то с тобой согласен. Нет, там, и там, понимаешь, там, помимо того, что ее ждать, еще там 2-3 недели эту визу, чтобы тебе ее выдали, там еще нужно кучу документов предоставить. То есть, там, какие-то справки о доходах, из полиции, что-то там несудимое, еще что-то, еще что-то. Вот. Пройти собеседование. И она говорит, да ну, это все нахуй. Пять баллов. Я думаю, что тут, наверное, клапан сорвало у всех, когда, видимо, она узнала список документов. Я думаю, ну, что она примерно так и выразилась. Сто процентов. Что-то мне так кажется, что так именно было сказано почему-то. Ты знаешь, я бы тоже сказал примерно... Так и было сказано. Вы представляете, какой прорыв в изучении языка? Достаточно понять, какой список документов нужен для посещения Российской Федерации, и человек сразу же переходит на совершенно такой исконный русский диалект. Мгновенно прям сразу приходит джедайское понимание существа языка. И языковые барьеры снимаются. Ладно, хорошо. И что случилось дальше? Она тебе сказала, что прилетает, дорогой мой, в США или что? Или сразу были какие-то сделаны более серьезные предложения. Как вообще все у вас развивалось? Ну, дальше как? То есть, она говорит, типа, мол, теперь ты ко мне. Так. Я говорю, окей. Вот, я пошел в консульство. Так. Подал документы на туристическую визу. Так, так, так. Вот, благополучно не прошел интервью. Не прошел или прошел? Скомка в ответ. Благополучно прошел или благополучно не прошел? А благополучно не прошел. Человек благополучно не прошел интервью. Для тех, у кого со слухом плохо, специально громко озвучиваю. А то вдруг у кого-то были иллюзии, что человек вдруг в 28 лет резко вдруг получил возможность как турист въехать в США. Хорошо, что было дальше. Когда тебя бортанули, что произошло дальше? Да, но я уточню, что в интервью, как бы в самом процессе интервью, я как бы не говорил, что какие у меня истинные цели. То есть, я не говорю, что я хочу встретиться с человеком. Что у меня там друзья есть, знакомые. Я просто сказал, что я хочу посмотреть Америку. Типа родину Микки Мауса. Вопрос хороший. А где родину Микки Мауса? Я не знаю, где в ней родина. Ну, где-то в Орландо он вроде там родился. А это достоверный факт? Ну, не знаю. Ну, насколько я знаю, что штат Флорида. Хорошо, интересно. То есть, там вроде как придумали. Слушай, давай-ка я там почитаю в гугле. Интересно, у меня задача. Роид и Микки Маус. Мне казалось, что где этот... Диснейленд сделали. Первый, по-моему, уже в Диснейленд был, по-моему, где-то в районе Калифорнии. По-моему, не в Лос-Анджелес чуть ли. Я как бы это плохо помню эту историю. Но, по-моему, в Walt Disney. Первый Диснейленд там где-то делали. Вроде бы. Не могу точно сказать. Ладно, пёс с ним, с этим Микки Маусом. Ну и что дальше? С Микки Маусом тебя развернули. Сказали, что ты не родственник Микки Мауса. Да, и всё. И сказали, ну, типа, try again. Типа, попробуй снова. Ты... А в следующий раз ты пытался на родину Капитана Америки приехать? Или на родину Бэтмена? Нет, потом... Потом я ей сказал, что... С визой меня как бы обломали. Так. Так. Она пошла куда-то там, вот в свою контору. Ей сказали, что если вышлишь ему приглашение, то ему тоже откажут. В смысле? Ну, типа, как просто... А, я понял. Так, если просто приглашение, то ему тоже откажут. Да, типа, что вот вы как друзья там, кореша, то есть, пускай лучше он туристическую визу получает. То есть, может быть, на третий, на пятый раз он её получит. Да, хорошо. А потом там кто-то там какая-то баба сидела там и сказала ей, что, мол, это, типа, а он, говорит, не ваш жених там, зачем вам приглашение? Может быть, вам, типа, визу жениха? Он говорит, а что, можно так? Ну, то есть, она-то вообще не в курсе, понимаешь? Так, я понял. Это между бабой, которая американская, в офисе, которая занимается визовыми вопросами, я так понимаю. Какой-то местный офис, да, я так понимаю? Мигрэйшн. А, так, 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 интересно. И надоумили её так. И что дальше было? Ну, и всё. И, как бы, говорит, что давай тебе эту визу делать. Кей-1. Так, так, уже хорошо. То есть, она сама предложила, будешь женихом. Ну, да. А, говорит, да, что, время терять зря. Да, действительно, что зря терять. Вот. А ты, как, к этому отнёшься, к жениху? Ну, как, положительно. Потому что, что же, что мне время зря терять. Действительно, что зря терять время. Ну, как бы, видишь, потому что процесс, как бы, тоже, достаточно сложный. То есть, её по времени дольше получать, чем, вот, какую-либо, вот, визу. То есть, это что-то сроднее получить, как, вот, H1B, типа, визу. То есть, её где-то в течение полугода оформляют. То есть, там надо тоже кипу бумаг собрать. И с её стороны, и с моей стороны. Так, и вы сами решили все эти бумаги собрать. И сами решили всё это сделать. Я правильно понимаю? То есть, ни к каким этим жуликам, ни к каким агентам, ни к каким посредникам вы не обращались. Вы решили сами всё это сделать. Правильно я понимаю? Да, мы сделаем всё сами. Молодцы. Давно начали процесс? Ну, вот, может быть, где-то месяц назад. Понятно. То есть, ещё где-то месяца 4 или 5 вам ждать ещё всей этой истории, да, я так понимаю? Или быстрее получится? Да. Скорее всего, нет. Потому что там сказали, что с этим сейчас очень всё сложно, строго. Потому что очень много, типа, этих фиктивных всяких браков. Так. Вот. И, как бы, служба вот эта вот миграционная, она очень загружена. То есть, вот ты соберёшь документы, они ещё и будут проверять их хрен знает сколько. Вот. И потом, вот, там, может быть, в лучшем случае, через полгода, как бы, юзу тебе дадут. Ну, смотри, у нас сейчас февраль, да, получается. Март, апрель, май, июнь, июль, август. То есть, я так понимаю, в августе нужно будет с тобой мне ещё раз связаться. Или ты сам мне позвонишь, скажешь, когда у тебя есть вдруг с этой мёртвой точки сойдётся вся эта история. И послушаем тогда, получается, продолжение, что у тебя будут какие-то изменения. Вы только сейчас собрали документы или уже их собрали и подали? Что у вас там? Какой статус у вас? Нет, только собираем. А, вы только ещё собираете, вы ещё не подавались. Да. Понятно. Ну, удачи вам, ребят, удачи. История прям фантастическая, конечно, и светлая. Как бы я там сейчас не ёрничал в эфире, на самом деле, я могу только порадовать за вас. Реально, очень здорово всё у вас идёт. Ну, что ж, я надеюсь, что дальше такая же пруха у тебя будет, и всё-таки вам визу дадут, и тогда всё у вас выгорит. Скажи, а пока вы будете ждать эту визу, вы планируете ещё где-то пересекаться, там, в Европе или ещё где-то? Или будете до победного сидеть сейчас, дооформлять все эти визы? Ну, скорее всего, наверное, сейчас вот в отпуск будем решать тоже, где летом встретимся. Ну, планы как вот на это лето есть. Где лето встретиться? Да. Хочешь, идею подброшь? Кстати, красивую идею. Давай. Очень красивую идею. И, кстати, не так, чтобы и дорого, а бюджетный вариант, но очень красивый, романтический будет. Реально красивый. Я просто вспоминаю свою молодость и свои варианты, там, романтик, путешествий. Прага, весна. Это реально круто. Старый европейский город, очень красивый. По расходам получается не очень дорого. Есть что посмотреть. Реально такой красивый, романтический город такой. Ещё съездите на денёчек Карлова-Вару, он вообще город в стиле модерн сделан, красивейший город просто. Вот. Ей это понравится. Если она любит прекрасное, да и тебе, как ювелир, будет интересно посмотреть. Опять же, там есть музей Альфонс, Мария и Мухи. Там много других интересных есть, тоже культурных мест, которые тоже имеет смысл посетить. Так что, вот, подумайте. Альфонс, Мария и Мухи. 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 По проживанию, через Airbnb можно найти проживание относительно вменяемое. И по расходам он даже получится, может быть, дешевле, чем Греция. Вот вариант. Пожалуйста, подумай. Опять же, там цветет шикарная фантастическая сирень. Если первое число мая, там сирень, весь город в этой сирене, где-нибудь сделаешь акт вандализма, нарвешь барышней огромный букет сирени и вручишь ей. Там потом лично переписки спишемся, я тебе пару-тройку мест подскажу по шикарным. Можешь её там очень серьёзно удивить. Я Прагу просто пешком обошёл. Два раза там был сугубо фотографическими целями. Один раз мы с женой поехали накануне свадьбы. У нас там была свадебная фотосъёмка. Приехали туда в платье буквально за пару месяцев до свадьбы. И это платье угваздали в центре города. Просто вообще пришлось его чистить и перешивать. Но зато на всю жизнь нас остались все кадры оттуда, из этого города. Так что это, я думаю, что будет изумительное место. Ну, в качестве подсказки. Вполне вероятно, что зрители моего канала, которые смотрят, и кто, может быть, живёт в Европе, смогут предложить свой вариант романтического места для этих ребят. Пишите в комментариях. Я думаю, что Коля прислушивается к мнению ушлой части аудитории. Ну, так что вы можете ей это самое вот написать, предложить эту идею. Если хочешь, могу пару трок фотографий туда с проекта тебе прислать в качестве такой заманухи, чтобы ты ей прислал покажу. Ну, окей, давай. Было бы интересно. Вот, так что... Сказать, вот у меня там друг был. Рекомендует, друг. Друг, профессиональный путешественник, профессиональный обжор, который любитель прекрасного, рекомендует поехать вам весною в Прагу. Вот. Настоятельно рекомендует, чтобы у вас всё было романтик в этом году. Реально, на самом деле. Это как раз то самое место весна, где два человека, между которыми пробежала искра, найдут себя и бретут. Дан, слушай, аж проследилась такая история классная у тебя. Ну, а так, кстати, твоим телезрителям, что могу сказать, что действительно всякое бывает, как бы, почему бы и нет. И что я, как бы, заметил, что существует какой-то миф такой некий, да, что это практика, существует только, что девушки почему-то только за иностранцев замуж выходят. Но они не мужики никак. Всё, я думаю, от людей зависит. Мне кажется, всё зависит от конкретно взятого человека. И мне кажется, что тут основной фактор – это быть искренним. Искренним со своим собеседником и изначально не пытаться от своего собеседника что-то отжать, какой-то меркантильный интерес. Я думаю, что это ключевой момент. Если ты изначально лезешь в эту переписку, а у тебя там в глубине какой-то червячок, что тебя интересует только приехать в Америку, ничего бы в основном не получилось, и ты искраб не пробежал. А так, если действительно вот на такой волне искать тебе вначале знакомую, вполне вероятно, что такая тема имеет место быть. Я тут с тобой полностью согласен. Девушки, я бы сказал, были даже такие интуиции у них развиты сильно. То есть они секут, где им там плетут, где не плетут. Но ты видишь, что со мной согласился. Я же тебе говорил с самого начала. У них в голове компьютер специальный стоит. У них в голове специальный компьютер. Их не обманешь. Когда они искренние, женщины это четко чувствуют, когда ты пытаешься. Но опять же, тоже от женщин зависит. Есть такие, которым только бы «обманите меня, обманите». Ладно, короче, идея ясна. Вот такую историю я хотел рассказать для своих подписчиков канала. Дальше будем следить за развитием этой сюжетной линии. А всем могу только рекомендовать. Вот такая вот тема есть. Пробуйте, пытайтесь. У человека получилось. Все исключительно зависит только исключительно от вас. От вашего желания. И почему, собственно говоря, и нет. Я думаю, на этом можно пожелать всем хорошего дня и успехов. И сделать чик-чик, отключить камеру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!